Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Realme GT Neo 2. Вы на канале Технообзор, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь. Ну и приятного просмотра! Устройство относится к сегменту игровых смартфонов среднего класса и обладает множеством привлекательных функций. Так, новый Realme GT Neo 2 получил красивый современный дизайн. Amoled-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 870, батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт. И как видите, характеристики впечатляют, поэтому давайте поближе познакомимся с Realme GT Neo 2. Для упаковки Realme GT Neo 2 используется характерная фирменная коробка, которую мы уже видели на предыдущих моделях. Она имеет черный дизайн, на котором большими белыми буквами нанесено название моделей бренда. Под крышкой мы находим сам смартфон, мягкий силиконовый чехол и ключ для сим-карты. Есть зарядный кабель типа USB, блок питания на 65 Вт и разная бумажная документация. Комплектация стандартная для своего класса и вполне хорошая. И этого будет вполне достаточно для комфортного использования нового смартфона. Новый Realme GT Neo 2 имеет дизайн, который кажется вдохновлен в OnePlus 9. Особенно это касается прямоугольного модуля основной задней камеры, расположившегося в левом верхнем углу смартфона. В отличии от других моделей этого бренда, задняя часть Realme GT Neo 2 отделана высококачественным стеклом. По всей узкой черной полосе идут буквы слогана Dare to Leap. На широкой полосе имеется логотип бренда Realme. Все это очень красиво выглядит и придает смартфону свой уникальный модный дизайн. Смартфон удобный и приятно держать в руке, но будьте осторожны. Задняя крышка сделана из стекла и хотя черные вертикальные полосы придают ощущение шероховатости, все же лучше надеть силиконовый чехол, тем более что чехол уже есть у вас в комплекте. Экран нового смартфона Realme GT Neo 2 предносит много хороших сюрпризов, которые значительно улучшают качество картинки по сравнению с предыдущими моделями. Здесь производитель установил 6,62 дюймовый AMOLED экран с высококлассной панелью Samsung E4. Он имеет разрешение 2400 на 1080 точек, плотностью пикселей 397 и частоту обновления 120 Гц. Сверху экран защищен стеклом Gorilla Glass 5. С точки зрения улучшения мы имеем улучшенную плавность игровой сцены и соотношение экрана к корпусу достигает 92,6%. Кроме того, экран поддерживает функции затемнения постоянного тока и режим защиты глаз. Это позволяет защитить глаза в условиях слабой освещенности или при долгих играх. Также экран поддерживает сверхвысокую яркость и контрастность 5 миллионов к одному. Нормальный режим экрана соответствует 500 нит, а максимальная пиковая яркость экрана на солнце может достигать 1300. Поэтому экран хорошо читаем даже под прямыми солнечными лучами. Датчики внешней освещенности имеют 10240 уровней регулировки яркости и поддерживают 4-х скоростную динамическую чистку с высокой частотой обновления. Статическое состояние 30 Гц, состояние видео 60, игра 60, 90 либо 120 и информационный поток составляет 90-120 Гц. Экран имеет частоту дискретизации касания в 600 Гц, что уступает только профессиональным игровым смартфонам. Что касается производительности, Realmeet GT Neo 2 оборудован флагманским восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 870. Он изготовлен по 7-нанометровой технологии и состоит из одного ядра Криво 585 с максимальной чистотой 3,2 ГГц, трёх ядер Криво 585 с частотой 2,42 ГГц и четырёх ядер Криво 585 с рабочей чистотой 1,80 ГГц. За графику отвечает чип Adreno 650. Также смартфон имеет 4 конфигурации памяти, это 6 ГБ оперативной и 128 постоянной, 8,128 и 8,256 памяти, а также есть самая глобальная и жёсткая версия на 12 оперативной и 256 памяти хранения. Чтобы улучшить игровую производительность, в смартфоне используется технология виртуальной оперативной памяти с максимальной дополнительным уровнем до 7 ГБ, которая берётся из внутренней памяти. Кроме того, система охлаждения смартфона покрыта охлаждающим гелем из микроскопических алмазных частиц. Он очень быстро распределяет тепло и способствует быстрому охлаждению процессора. Это позволяет долгое время играть в игры на Realme GT Neo 2 без значительного нагрева корпуса смартфона. Работа смартфона плавная и стабильная даже при долгом использовании с высокой нагрузкой. Преимущество в производительности очень заметно. Если посмотреть на тесты в Geekbench 5.2, смартфон Realme GT Neo 2 набирает 1018 баллов в одноядерном тесте и 2622 баллов в многоядерном. В Antutu смартфон набирает 718102 балла, что примерно соответствует показателям других смартфонов на процессорах Snapdragon 870. Производитель также представил совершенно новый режим GT 2.0. Помимо обновления анимации, звуковых эффектов и вибраций, он также добавил эксклюзивную страницу GT, которая поддерживает функцию автоматического выхода через 15 минут. В режиме GT смартфон обеспечивает высокую производительность и стабильную работу игрового экрана с высокой частотой кадров. Кроме того, смартфон имеет два динамика со звуком Dolby Atmos Games, поддержку двух сим-карт, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB Type-C и предустановленный интерфейс Realme UI 2.0 на базе Android 11. Под капотом смартфона Realme GT Neo 2 находится двухэлементная батарея емкостью 5000 мАч. В настоящее время это самая большая батарея, которая используется в флагманском смартфоне с процессором Snapdragon 870. Она поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт и по скорости зарядки является лидером среди своего класса устройств. Так, полная зарядка батареи осуществляется всего за 36 минут. В реальном режиме на зарядку батареи от 10 до 60% требуется всего 15 минут. Что касается времени автономной работы, то реальные тесты показали, что 30 минут в режиме GT Vis Elite при 90 Гц потребляют 11% заряда батареи. Для 30 минут воспроизведения видео высокой четкости потребуется 5%. Энергопотребление достаточно экономное, а учитывая быструю скорость зарядки, можно не беспокоиться о времени автономной работы смартфона. Подводя итог, можно сказать, что новый смартфон Realme GT Neo 2 преподнес геймерам много сюрпризов. Он имеет красивый внешний вид, флагманский экран AMOLED i4 с частотой 120 Гц, мощный процессор Snapdragon 870, систему охлаждения с алмазным напилением и большой аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт. Также смартфон очень конкурентоспособен на рынке мобильных устройств, а его цена полностью соответствует его возможностям и производительности. Ну а ссылку, где можно будет купить себе этот смартфон, я оставлю в описании. Обязательно пишите в комментарии, что думаете про этот аппарат. Ну и подписывайтесь и ставьте лайк. Ну а с вами был канал Технообзор, всем пока и до следующего обзора. Субтитры сделал DimaTorzok